Всем привет! С вами, как всегда, канал вязание от вязок.ру, мастер-классы и уроки. Мы продолжаем с вами вязать панду. Лапки у нас связаны, лапки у нас соединены между собой. Теперь нам нужно перейти от черной нити к белой. Я хочу рассказать, как сделать это так, чтобы переход цвета нити вообще не был заметен. Вот смотрите, у нас провязанная деталь. Последнюю провязанную петлю я специально вытянула, чтобы было заметно. От нее мы отсчитываем три петли назад. То есть раз, два, три. Вставляем туда крючок. Далее нам нужно взять нашу новую нить. Вот она у нас беленькая ниточка. Та же самая дольче от Янард. Берем ее, подхватываем, протягиваем в петельку, делаем воздушную петлю. В следующую петлю мы должны провязать, как обычно, столбик без накида. Вот этот короткий хвостик мы прикладываем вдоль. Ниточку мы таким образом закрепим, ну и, в принципе, хвостик спрячем. Провязали. Далее мы доходим до той петли, откуда у нас торчит наша незакрытая, незавершенная петля. Мы, как в предыдущем разе, прикладываем короткий кончик вдоль. Провязываем длинным столбик без накида, но мы его не довязываем до последнего шага, а надеваем вот эту вот оставшуюся петлю другой ниточки и подтягиваем кончик. Затягиваем ее немножечко. Вот. На крючке у нас получается с вами три петли. Две петли от непровязанного столбика без накида и одна петля черная предыдущей нити, которая у нас осталась. Сейчас мы должны за один прием протащить вот эту белую ниточку через все три петли. Таким образом мы провяжем столбик без накида. Ниточку вот эту надо хорошо потянуть черненькую. Вот видите, да, у нас ничего не заметно. Далее у нас уже идет начало следующего ряда, помеченное. Кольцо мы убираем. И продолжаем вязать, как обычно, до конца ряда. Уже прикладывая вот эти два хвостика, чтобы они у нас нам не мешали. И таким образом мы запрячем кончики ниток. Вот. Видите, получается ровно, получается без шва. Редактор субтитров А.Семкин